Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере», где мы стараемся говорить простыми словами о нашей православной вере. Я ее ведущий Иерей Сергий Рыбаков. Сейчас в православных храмах начались подготовительные недели к Великому посту. Прошла неделя Азакхеи, прошла неделя Амытери Фарисеи. Начали петь особые покаянные песнопения «Покаяние от верзь медвери». И вот в преддверии Великого поста хотелось бы поговорить с вами именно о таинстве покаяния, потому что оно является фундаментальным и главным для Великого поста, Великого постного поприща. И сегодня у нас с вами в студии гости, эксперт, священник Максим Соколов. Здравствуй, батюшка! Здравствуйте! Прежде чем мы с вами приступим к серьезному разговору о таинстве покаяния, давайте все-таки разберемся с терминами, дефинициями, что называется. Мы с вами приходим в храм и часто слышим два наименования – исповедь и покаяние. Вот если это два слова, которые говорят об одном и том же, зачем два слова? А если это все-таки о разном, поясните, пожалуйста, разницу. Ну, скажем так, конечно же, эти два понятия, они очень во многом пересекаются. Много общих, так сказать, моментов и в практике, когда исповедь и покаяние становятся практически синонимами. Но все-таки, если эти два слова до сих пор сохранились, значит, естественно, они обозначаются некоторыми нюансами, разное поле понятий. И если мы будем говорить о покаянии, то покаяние, наверное, все-таки несколько более широкий термин. Поскольку покаяние – это такое состояние человека, такое состояние души перед Богом, в котором человек принимает на себя решение отказаться от греха, двигаться к Богу. И в этом решении просит у Бога помощи. Помощи в изменении себя, в изменении своей души, как раз в очищении ее от грехов и приумножении добродетелей. А исповедь – это конкретное действие, которое направлено к осуществлению этого покаяния. Исповедь – это таинство Церкви, Святой Православной Церкви. Но также мы знаем, что исторические формы христианства, такие как католичество, также сохранили это таинство. И даже некоторые протестантские, ортодоксальные, ну так, более ортодоксальные протестантские церкви сохранили это таинство, как таинство, в котором человек в присутствии священника перед Господом приносит вот как раз раскаяние, покаяние в грехах. Но, собственно говоря, вот это центральная часть покаяния, так скажем, процесса покаяния. Ну вот, батюшка, коль вы затронули тему такого, что называется, сравнительного богословия, есть какая-то разница в понимании греха у католиков и в понимании греха у Восточной Православной Церкви? Конечно же есть, хотя тоже сразу хочу оговориться, в последнее время западные христиане, ну, видимо, в силу происходящих сейчас на Западе изменений, когда уже они понимают, что та ситуация, в которой они оказались, требует учиться в том числе и у нас, у восточных христиан. Так вот, западный христиан, конечно, сейчас начинает приближаться, как я вижу, вот общаюсь и читаю, к восточному пониманию. Но изначально в классической модели понимания греха считается, что в западном христианстве грех понимается, прежде всего, юридически, как некое преступление против закона Божьего, против Бога, как оскорбление Бога, как нанесение ему, ну, так скажем, обиды, вот, и которое требует возмездия. А в восточном христианстве, то есть в нашем, в православной, в Святой Православной Церкви, грех всегда понимался, в первую очередь, как некая болезнь, как некое искажение природы человеческой, которое иногда граничит с преступлением, когда человек, понимая, что заболевает, понимая, что ему надо лечиться и не лечиться, конечно, это граничит с пониманием греха, как нарушением закона Божьего, но прежде всего, святые отцы нашей Церкви обращают внимание на то, что человек сам, прежде всего, страдает от греха, что грех уже в самом себе несет разрушение человеческой души, человеческого призвания, что грех сам по себе, как болезнь, уже становится наказанием для человека. И в этом смысле Господь выступает не только как судья, а в первую очередь как врач, который призывает к излечению от этого греха. То есть вот такая вот разница существует. Хотя, конечно, приходится тоже часто встречаться, что многие наши прихожане, православные прихожане, ну, видимо, в свое время, когда не было очень большого количества литературы, проникала литература, в том числе западная, протестантская литература, в которой понимание греха как преступление доминирует. И многие наши прихожане, даже православные, также вот под воздействием этой литературы чаще представляют грех именно как некое преступление. А вот еще интересный аспект, если можно коснуться его. Грех переводится ведь как промах. Вот мимо чего промахивается человек, который грешит? Промах, ошибка, недостижение цели, да, то есть вот немножечко такое широкое слово греческое, которое употребляется в наименовании греха. Но здесь, опять-таки, да, нужно понимать, что грех – это всегда промах мимо Царствия Небесного, мимо призвания человека к тому, к той полноте бытия, к той полноте радости пребывания с Богом, к которой он призван. И это, собственно, и есть вот основной симптом этого греховной болезни – отпадение души от Бога, отпадение, соответственно, от радости в Боге, отпадение от своего служения в Боге и лишение промах мимо Царствия Небесного. К сожалению, современный человек очень часто вспоминает о Царствии Небесном только когда встречается со смертью, когда кто-то из близких умирает, или знакомые, друзья лежат уже в гробу, и тогда ему все желают Царствия Небесного. Стоит пожелать Царствия Небесного живому человеку, наверное, 90% наших граждан скажут, «Да вы что, я же еще жив, какое мне Царствие Небесное?» А ведь должны мы помнить слова Спасителя, обращенные к людям, живым людям, которые вокруг него стояли. «Царство Божие внутри вас есть», – говорит Христос. То есть Он говорит о том, что Царствие Божие – оно для живых. Собственно говоря, и усопшим мы желаем Царствия Божьего только потому, что мы знаем и верим и надеемся, что они для Бога живы, что у Бога живы все. Поэтому страшно промахнуться мимо Царствия Божьего и в этой жизни, и в жизни вечной. Еще вот кое-какие понятия. Когда грех становится страстью? Потому что мы слышим «страсть» и «грех» – опять-таки два разных, кажется, термина. Но между тем мы, где-то даже подспудный, или человек даже не воцерковленный, понимает, что страсть – это что-то пострашнее греха. Вот в этом есть какая-то разница? И что раскрывает каждое из этих понятий? В какую сторону? Ну, во-первых, наверное, стоит упомянуть, что слово «страсть» имеет несколько значений. Это и страдание, это и второе значение слова «страсть» как раз некая привязанность, подчиненность к какому-то определенному греху или нескольким грехам. И здесь стоит уместно, наверное, вспомнить слова апостола Павла. «Многое мне позволено, но немногое полезно. Все могу, но ничто мною да не обладает», говорит апостол. И здесь вот как раз раскрывается значение страсти. То есть, когда не просто что-то, а грех начинает обладать человеком, уже не человек делает выбор, совершать грех или не совершать, а его воля настолько разобщена, его воля настолько подчинена греху, что уже грех повелевает человеком, это обычно и называется воскитикой страстью. Когда человек уже, может быть, и не хочет мысленно, эмоционально совершать какой-то грех, но настолько он раньше потворствовал ему, настолько уступал этому греху, что перестает быть хозяином сам себе. А тогда где эта грань, вот как вам кажется, батюшка? Ну, то есть, мы обычно под страстью, когда говорим слово «страсть», понимаем страсть алкоголизма, наркомании, игромании. Но, получается, есть вещи, которые коренятся гораздо глубже и в человеке. Ну, например, осуждение. Почему-то мы не привыкаем называть осуждение страстью, хотя осуждаем гораздо легче, быстрее и чаще, чем иногда даже люди выпивают. Вот, где эта грань, когда грех действительно становится страстью, когда человеку нужно озаботиться и озадачиться, что, вот, оказывается, это уже не просто мое какое-то прегрешение и временное падение, а это уже вещь, которая меня по рукам и ногам связала. Ну, здесь, я думаю, что вот из того, что перед этим мы с вами сказали, то есть, первое – это ощущение того, и практика жизни показывает то, что я сам справиться с этим не могу. То есть, избежать. Даже тогда, когда понимаю, что это плохо для меня, это разрушительно для меня, ну, или, по крайней мере, понимаю, то есть, есть объективные причины, потому что, ну, вот мы знаем, как в упомянутой страсти алкоголизма и наркомании, что человек иногда, может быть, и не понимает, но объективно видно, что он разрушает себя, ему становится хуже. Уже это явно и понятно, но человек не может остановиться. Второе, что, как правило, страсть – это грех, который уже становится явным. Вспоминаем классическое произведение, «Портрет Дриана Грея». Так вот, когда человек становится уже тем самым портретом, на котором отпечатлеваются его грехи, а мы знаем, что и народное сознание сохранило это в своем языке, да, когда говорит о том, что злое лицо, да, или у человека черты лица, ну, как иногда говорят, слостолюбивое лицо, да, то есть вот в произведениях писателей мы иногда встречаем такие образы, очень хорошо описанные, когда грех душевный даже, может быть, происходящий внутри, начинает накладывать отпечаток не только уже на душу, не только на поведение, но и на физическое состояние человека, на его тело, вот. Ну, и, возможно, какие-то можно еще найти признаки того, что грех уже стал страстью, вот. Ну, это тут, наверное, надо глубже святых отцов погружаться. Боюсь, что формат нашей передачи, да, глубокий благословский экскурс в святоотическое предание сейчас не предусматривает. Тогда, батюшка, к исповеди, вот если вернуться к самому таинству, вот человек созрел, вот человек что-то осознал, и очень много с этим таинством связано вопросов, когда человек на это таинство приходит впервые. С чего начать? Все ли нужно перечислять? Как лучше вообще исповедоваться? То есть нужно, там, писать на листочке все грехи и всего человечества и так далее, и как-то себя с ними идентифицировать или как? Вот вы для своих духовных чад, для своих прихожан, или для людей, которые приходят к вам в храм, как рекомендуете? То есть вот пришел человек, не знает, с чего начать, но прям душа просит. Да, ну, самое первое, как мне кажется, это, конечно, понять как раз то, что таинство исповеди – это, может быть, самый важный момент, один из самых важных моментов, но не единственный момент самого покаяния в целом. Как святитель Василий Великий писал, исповедует грех свой не тот исповедует грех свой, кто сказал «согрешил я» и потом остался во грехе, но тот, кто по слову псалма обрел грех свой и возненавидел его. То есть греческое слово «покаяние», если перевести дословно на русский язык, означает «перемена ума». Но надо понимать, что ум – это не только то, что мы понимаем, разумеем, не только то, что в нашем интеллекте, в нашем, так сказать, сознании, но ум – это все умонастроение, все самосознание. Таким образом, получается, первое, что нужно захотеть человеку при таинстве исповеди – это захотеть избавиться от, вот желать избавиться от грехов. Всей силой своей, всем помышлением, всем своим существом, захотеть выбросить вот тот мусор, ту грязь, которая накопилась в его доме, в доме его души, в храме его души, и которая мешает ему быть с Богом. И вот, прошу прощения, можно я немножко перевью? А как человеку, который никогда не читал ни святых отцов, ни священного писания, узнать, что такое грех? Потому что для многих же, вот, как вы правильно сказали, это юридическое преступление. Приходят и говорят, я никого не убивал, не грабил, не насиловал, греха в себе не вижу. Как разглядеть тогда в себе грех, чтобы понять, что вот я грязный, что я испачканный, чтобы начать вот это самоочищение? Ну, здесь сама жизнь, как правило, все-таки, когда человек, вот в том случае, в котором вы описали, когда человек вдруг задумывается о том, что мне надо бы исповедоваться, как правило, сама жизнь начинает показывать и указывать человеку на грех. То самое, как мы говорили, когда страсть начинает разрушать человека, разрушать его отношения с близкими, разрушать его здоровье, разрушать его жизнь. Или когда совесть, как учит нас священное писание, что совесть дана всем людям, дана именно как некий внутренний нравственный закон от Бога, который подсказывает, где мы отступаем, отступаем от Бога. То есть, если человек все-таки обратится к своей совести, как бы она ни была уже, может быть, забыта и уснувшая, как говорят в народе, но пробудить ее возможно. И в каждом человеке этот нравственный закон совести, он сохраняется, действующий или заснувший, но разбудить его тоже всегда можно. Ну и, конечно, с практической точки зрения, есть в храмах, как правило, в храмах, в магазинах православных, на православных сайтах можно купить или скачать, или получить в дар книгу о подготовке к исповеди. Это и прекрасные книги святого Игнатия Бринчанинова, это и старца наших дней отца Иоанна Крестьянкина подготовки к исповеди. И многие другие хорошие книги. Но здесь единственное, что я всегда стараюсь предостеречь людей. Бывает, что человек, ну вот действительно, как вы говорите, особых грехов в себе не видит, он чувствует, что что-то в нем не так. Он чувствует, что он не живет в радости, не живет с Богом, не живет в ладе с людьми и задумывается исповедоваться. И вот тогда он берет такую книгу, читает длинные списки грехов, а грехов, действительно, если так вдуматься, множество, со всеми нюансами и со всеми особенностями. И порой он пугается. Он думает, я вот ведь в церковь пришел, здесь же Господь, и причем прямо так мне некоторые малогоцерковленные друзья мои говорили, я же пришел за любовью, я пришел за радостью, а тут вдруг мне дают книгу, в которой описано, какой я негодник. И мне было сложно им что-то ответить, но потом я вспомнил, первое образование у меня медицинское, я наш мединститут заканчивал. И говорю, ну, знаете, это в церкви много прекрасных книг, и главные книги действительно говорят о любви, о радости, но когда человек приходит на исповедь, он приходит лечиться. И вот представляете, если вы взяли учебник по паразитологии, а грехи, ну, это духовные паразиты, по сути. Вы берете, хотите вылечиться, хотите быть здоровым, берете учебник по микробиологии, по микробам, да, то есть по микроорганизмам, которые разрушают наше здоровье, или учебник по паразитологии, и желаете найти там про здоровье. В этих книгах не пишется про здоровье, в этих книгах подробно описывается, как избавиться от этих духовных паразитов. Вот, а вот уже дальше здоровье, радость и пребывание с Богом приходит после того, как мы от них избавимся. Поэтому здесь, наверное, важно сохранить, сохранить вот этот вот баланс. То есть, с одной стороны, понимать, что исповедь, это очень грязная работа, это покопаться в самых таких гадостях своей души, в которых, ну, не хочется, даже видеть их не хочется. А с другой стороны, после этой цели всегда помнить, что цель этой грязной работы не к тому, чтобы запомнить эту грязь, а к тому, чтобы выйти к чистоте, к свету, с помощью Божьей. Вот, обычно я это стараюсь говорить прихожанам, тем, кто особенно только-только начинает, это великое, тяжелое, но достойное действие, достойный путь покаяния. Батюшка, вот вы сказали, что человек приходит к Богу в поисках любви на таинство исповеди, но часто звучит такой вопрос, а зачем мне вообще в таинстве покаяния посредник, зачем мне нужен священник? Вот какую роль именно священник выполняет в таинстве покаяния? Ну, во-первых, стоит отметить и заметить, что участие священника в таинстве исповеди это не некое человеческое изобретение, это не некое установление только церкви, но сам Господь сказал своим апостолам, истинно говорю вам, что свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. То есть сам Господь пожелал, чтобы на земле были те люди и передал благодать те люди, которые являются как бы свидетелями присутствия Божьего в таинстве. Свидетелями присутствия Божьего в таинстве крещения, когда священник произносит крещальные слова, свидетелями присутствия Божьего в таинстве венчания, когда священник возлагает венцы и произносит тайно установительные слова, но и свидетелем присутствия Божьего в таинстве исповеди, когда священник пребывает в таинстве исповеди и произносит разрешительные слова. Здесь, наверное, важно понять, что Господь вообще очень многое в этом мире делает через человека, через людей. И в этом, наверное, глубокая и глубинная мудрость Божия в том, чтобы мы, люди, друг к другу, всегда нуждались. Всегда нуждались в каком-то другом, кроме себя самого, двигаясь к спасению, двигаясь даже к Богу. Мы понимали, что в одиночку дойти до Бога. Не так-то просто. Ну и, конечно же, здесь чисто на уровне психологии, также мы замечаем, что человек, исповедуясь не просто, не только Богу, но и в присутствии другого человека, в присутствии священника, или как в ранней церкви было, в присутствии всей церкви, человек исповедует свои грехи, добавляется очень важный фактор. Человеку преодолевает свой стыд и тем самым обретает решимость действительно избавиться от греха, действительно расстаться с ним. Спасибо. Что ж, спасибо, Батюшка, за ваши ответы. А с вами, возлюбленные во Христе, мне бы хотелось как раз попрощаться именно на этой ноте. Для чего мы приходим в храм? Для чего мы приходим на таинство покаяния, на таинство исповеди? Приходим за любовью. Исповедь — это всегда встреча. Причем встреча не человека и человека, не человека и священника, а человека и Бога, ребенка и родителя. Поэтому, чтобы ваше покаяние, ваши исповеди свершились в этом таинстве, чтобы действительно произошла именно эта самая встреча, мне кажется, нужно быть наиболее искренним. Искренним не со священником, а искренним с самим собой и с Господом Богом. Когда вы будете искать врача, врач откроет вам свой кабинет. Тема многогранная, тема большая. Мы в следующей передаче с вами продолжим разговор о таинстве покаяния с отцом Максимом. А сегодня мы с вами прощаемся. До скорых встреч. До свидания. Храни вас Бог. Редактор субтитров А.Семкин